Здравствуйте! Теплый сезон года это еще и сезон грунтовых овощей, самых свежих фруктов, ягод, по названию которых появляются и сезонные диеты. И очень хочется использовать лето и для очищения организма, и для похудения, и для укрепления иммунитетов, для набора витаминов, макро и микроэлементов. Причем все можно делать, но и хотят сделать все одновременно. Не всегда это получается. Можно раздельно худеть и очищаться. Можно совместить оба процесса, а заодно и напитать организм витаминами и макро и микроэлементами. Одна из таких диет огуречная. К системе накопления она относится мало. Потому как самый емкий компонент, который она содержит, это все-таки вода. А она в организме накапливается очень сложно. А вот для очищения и для похудения использовать можно. Но! Далеко не всем и не везде. А для части людей такая диета может стать опасной для жизни. Поэтому я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качков. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр. Автор сотен видео в интернете на канале YouTube. Советую вам досмотреть это видео до конца. И вы узнаете, какие полезные вещества находятся в огурцах. И кому они могут быть опасны для жизни. Вы также узнаете, почему огуречная диета Ксении Бородиной более безопасна. Но тоже не всем. Ну и как использовать огурцы правильно. Смотрите видео дальше. Фишек будет достаточно много. Какие же полезные вещества находятся в огурцах. И чем они могут быть опасны для некоторых. Компонент номер один, который нужно учитывать. Чтобы диета для похудения стала еще и диетой для очищения организма. Причем безопасной диетой. Это вода. И чистая природная вода в огурцах есть в достаточных количествах. Огурцы пожалуй один из чемпионов по содержанию воды. Но не во все периоды своего развития. И это чуть позже будет в этом видео. А потребность в воде постоянно меняется. Есть известная рекомендация. Что нужно пить около 3% от массы тела воды в сутки. Или 30 мл воды на 1 кг массы тела. Эта рекомендация известна. Многие ее знают. Но! Не все знают, что эта рекомендация по умолчанию. Относится только для больных с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системой. Она ограничивает до минимума употребления воды. Не до оптимума. А до минимума. Но! Это статика. А с заболеваниями сердца и сосудов заболеваний почек шалить нельзя. Примерно на такую же цифру, но более индивидуально подобранную. Можно выйти по другой формуле. Это 1,5% от массы тела в сутки. Плюс диурез или количество мочи за вчерашний день. Цифра будет похожей. Но! Контроль количества мочи преследует цель контроля. Можно контролировать вязкость крови из-под воды. А это контролируемая нагрузка на сердце и сосуды. С минимальным риском быстро умереть. А вот какая максимальная цифра по употреблению воды? Оптимально обоснованная. Вы об этом узнаете прямо сейчас. Потребность в воде для относительно здоровых или иными словами скажу явно не больных. Это около 4-5% от массы тела. Опять около 4-5%. Это оптимум. Но в условиях теплового комфорта. А реально сколько необходимо? В летнюю жару чаще больше. И самые простые индикаторы. Сухость во рту. Жажда. Количество мочи за сутки. А в зимнюю стужу потребность в воде может быть и меньше. Какие показатели нужно отслеживать? Если жажда зимой появляется не чаще чем снег летом. Об этом вы узнаете в одном из моих видео. Как правильно пить воду и как правильно питаться зимой. Они в свое время появятся на моем канале. А отрегулировать потребность в воде можно и с помощью кондиционера. Такие видео уже есть. Наберите слово кондиционер на моем канале. Несколько видео сможете просмотреть как правильно питаться в этих условиях. Но если вернуться все же к огуречной диете. То при содержании воды в огурцах около 95 процентов. Суточная потребность в воде колеблется от 650 до 1000 грамм огурцов на каждые 20 килограмм массы тела. Иными словами при массе тела в 100 килограмм. Для поддержания водного баланса за сутки нужно съесть от 3 до 5 килограмм огурцов. 3 килограмма при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы почек. Ну и 5 килограмм если вы относительно здоровы. Если съедаться будет меньшее количество огурцов. Значит вы не худеете а высыхаете. Потому как водный баланс вы не поддерживаете правильно. А вот какие еще компоненты содержатся в огурцах. И они очень полезны и для очищения организма и для похудения. Компонент номер два я бы сказал. Вы об этом узнаете прямо сейчас. Компонент номер два в огурцах не по количеству, а по значимости для очищения организма и для похудения. Это растительная клетчатка. Несмотря на то, что ее содержится относительно немного. Менее одного процента. Но при суточной потребности от 3 до 5 килограмм. Цифра вырастает от 20 до 40 грамм растительной клетчатки в сутки. И это достаточно значительное количество. Которое и механически может вывести то, что находится в кишечнике. И дать вам хорошее и очищение организма и похудение. Те килограммы, которые мешали пищеварению. Мне как диетологу это очень нравится. Но! Далеко не все таким образом может быть удалено. И достаточно серьезная опасность присутствует. Потому как если вы не в Индии. Где огурцы жарят. Вы не ослышались. Их жарят. То есть подвергают жесткой термической обработке. Значит клетчатка входит термически необработанная. А сырая растительная клетчатка. Это прекрасный тест. В первую очередь для вашего желудка. Потом для поджелудочной и желчного пузыря. У кого он есть. А напоследок и для микрофлоры кишечника. Который на таком изобилии еды. Может дать острое вздутие живота. И обострить как минимум либо ВСД. Либо гипертоническую болезнь. Либо ишемическую болезнь сердца. Либо другие заболевания сердечно-сосудистой системы. Поэтому для того чтобы огуречная диета не провоцировала все эти ситуации. Неплохо было бы огурцы немножко притомить. Так как это делают тибетские долгожители в горах. Или на худой конец хотя бы измельчить на мелкой терке. И употреблять вот такую кашицеобразную массу. Можете слегка приправить ее не солью. А лучше специями. По вкусу. Можете немножко разбавить йогуртом. Лучше не обезжиренным. В этом случае огуречная диета вам даст больше пользы. И меньше опасных осложнений. А какой компонент номер три содержится в огурцах. И номер два по количеству. Вы об этом узнаете прямо сейчас. И содержащаяся в огурцах вода. И растительная клетчатка. Калорий в организм практически не приносит. А вот помочь в очищении организма и снижении веса могут. Свои моменты тут есть. Но. Для того чтобы этот процесс шел максимально активно. Нужно поддерживать на высоком уровне и обмен веществ. За счет воды и растительной клетчатки вы этого сделать не можете. В водной среде происходит реакция обмена веществ. Но вода при этом является пассивным компонентом. Она никак не влияет на этот процесс активно. Клетчатка к этому отношению вообще никакого имеет. В большей степени к очищению кишечника. И для того чтобы обмен веществ у вас не тормозил. И после окончания огуречной диеты. Вы не добавили себе несколько лет биологического возраста. Все таки энергию подбрасывать нужно. А энергию несут белки, жиры, углеводы. Из этих трех компонентов. Больше всего в огурцах конечно же углеводов. Целых три процента. Что это дает много это или мало. Если употребили три килограмма огурцов. Это примерно 90 грамм простых углеводов. Если 5 килограмм 150. Что не противопоказано даже верхняя цифра при сахарном диабете. Этого явно недостаточно. И часть энергии будет извлекаться из жиров. Которые находятся в жировой ткани. И это здорово. Это ускоряет темп снижения веса. Но! При наличии жирового гепатоза. Либо стеатогепатита. То есть когда работа вашей печени. Настроена не самым лучшим образом. Ваша печень может не успевать. Урабатывать все жиры из жировой ткани в углеводы. Если у вас появляется чувство голода. Которое пытается перерасти в чувство волчьего голода. Нужно съесть либо очередную порцию огурцов. Либо лучше ложечку меда. Иначе вы можете спровоцировать гипогликемическую кому. И это очень серьезная ситуация. А вот на какой темп. На какую скорость снижения веса вы можете рассчитывать. Соблюдая огуречную диету. Вы узнаете прямо сейчас. На какую же скорость снижения веса вы можете рассчитывать. Соблюдая огуречную диету. Если вам удалось съесть примерно 3 кг огурцов. Вы получили 450 ккал. 5 кг 750 ккал в сутки. Если вы ведете не самый физически активный образ жизни. А на огуречной диете активный образ жизни вести нельзя. То вы тратите 2-2,5 тысячи ккал. Иными словами около 2000 ккал вы получили в дефиците. Откуда они возьмутся? Безусловно будут гореть вот те самые жиры. Со скоростью примерно 200 грамм жира в сутки. Часть из них будет перерабатываться в углеводы. Для того чтобы уровень сахара в крови не падал. Часть будут гореть как жиры. Что это вам дает? Жировая ткань напомню 50 на 50 жир и вода. В данном случае вы получаете 200 грамм жиров. Соответственно 400 грамм жировой ткани у вас будет уходить в сутки. Часть жиров. Об этом я скажу чуть позже. Для того чтобы то что растворимо в жирах спокойно выходило из вашего организма. Должна активно работать печень. Об этом я скажу чуть позже. То что растворимо в воде. Будет спокойно выходить с той водой которая находится в огурцах. И в данном случае очищение организма идет. И примерно 400-500 грамм веса вы будете терять. Только за счет сгорания жировой ткани. Реально вы будете терять немножко больше. И об этом я расскажу чуть позже. А вот очень важный следующий компонент. Который есть в огурцах. И очень прекрасно что он там есть. И количество его вполне достаточно. Для того чтобы не убить ваши почки. И поддерживать активный обмен веществ. И об этом вы узнаете прямо сейчас. Этот очень важный компонент. Без которого может пострадать иммунная система как минимум. Находится в огурцах. Я бы сказал в оптимально минимальном количестве. Это белки. Среднее содержание в огурцах около 0,8%. Скептики скажут. Подумаешь ничтожная величина. В кашах 10-12%. Мясо, рыба, птица содержит 20 грамм. Белка на 100 грамм. А в огурцах всего 0,8. Согласен. Мало. Но. Если вам удастся за сутки съесть 3 килограмма огурцов. И весь содержащийся в огурцах белок. Полноценно переварится и усвоится. То в ваш организм попало 24 грамма белка. 5 килограмм огурцов. Уже 40 грамм белка. А 40 грамм белка. Это 200 грамм мяса, рыбы либо птицы. Достаточно приличная величина. И такое количество у большинства находится около нижней границы потребности в белках. Поэтому я и сказал оптимально минимальное количество. И огуречную диету с успехом могут использовать те у кого нарушен белковый обмен. А именно при подагре. Но. Без явлений почной недостаточности. То есть это подагра с небольшим стажем. Или при хорошем сопровождении. Потому как в огурцах в оптимально высоком количестве. Особенно при таком употреблении 3-5 килограмм в сутки. Находится совершенно другой компонент. Очень вредный и очень опасный. При почной недостаточности. Потому как может просто остановить сердце. И это важно понимать. Что в данном случае. Принцип разумной достаточности работает. А если вы правильно употребляете огурцы. И самое главное. Съесть это одно. А полноценно переварить и усвоить это иное. В данном случае. Ваша иммунная система тоже будет. Иметь хоть небольшую. Но поддержку. И для того чтобы она жестко не снижалась. Ее активность. Вам нужно во время соблюдения огуречной диеты. И вскоре после нее. Снизить уровень физической активности. Я часто об этом говорю. Резервы белка. Находятся в мышечной ткани. В иммунной системе. На фоне дефицитного по белкам питания. Активная работа мышцы. Дает ослабление иммунной системы. А если на фоне даже дефицитного по белкам питания. Вы снизили уровень физической активности. Убрали уровень стресса. То у вас иммунная система начинает работать более интенсивно. И это здорово. Это важно понимать. Поэтому огуречная диета. Это не вот так. Применил. Отчистился. Молодой. Здоровый. А должна находиться в системе под названием здоровый образ жизни. Об этом я расскажу чуть позже. А сейчас расскажу еще об одном очень важном компоненте. Огуречной диете. Который может жестко. Низкое содержание которого. Может жестко отразиться на обмене веществ. И обмен веществ может просто рассыпаться. Об этом вы узнаете прямо сейчас. Содержание очень важного компонента для обмена веществ. В чисто огуречной диете. Равно нулю. Это количество жиров. На первый взгляд кажется что такая диета. Нулевая по жирам. Может максимально ускорить снижение веса. Уменьшение объема жировой ткани. Да это правда. Куда вашему организму деваться. Если жиры не поступили с пищей. И будут расходоваться резервы. И с одной стороны вы получаете бонус. И видите как быстро снижается вес. Но. Ценой примерно такого же по скорости. Быстрого нарушения работы печени. Правда не у всех. Тех у кого есть желчный пузырь. Потому как у кого желчного пузыря нет. Препятствий нет. Печень очистила кровь. И. По желчевыделительной системе сбросила грязь. В тонкий кишечник. Если же желчный пузырь есть. И он желч будет удерживать. Вот тут работа печени будет нарушаться. И явления жирового гепатоза. Либо стоята гепатита. Будут увеличиваться. И вроде как. Для тех у кого нет желчного пузыря. Уже. Бонус появился. Те у кого есть желчный пузырь. Но там есть камни. Думаю что задумались. А не удалить ли нам желчный пузырь. Чтобы получить этот бесплатный бонус. Не торопитесь. Потому как есть у вас желчный пузырь. Или нет у вас желчного пузыря. Если пища не содержит жиров. То компоненты желчи в кровь вернуться не могут. Желчь выходит на пищу. Должна найти там жиры и жироподобные вещества. Помочь в их переваривании. И вместе с ними всосаться в кровь. Если огуречная диета имеет ноль жиров. Растительная клетчатка может спровоцировать. Холостой сброс желчи из желчного пузыря. Либо без разницы есть она или нет. Если нет желчного пузыря. Желчь все равно попала в кишечник. Вернуться в кровь она не может. Да вы имеете один бонус. Через печень. Легко проходит холестерин и сыворотки крови. Уходит в кишечник и не возвращается. Более того. Вы теряете больше желчи. А часть желчи вырабатывается из холестерина. И вы получаете еще один дополнительный бонус. Еще в большей степени снижается уровень холестерина в крови. Потому что он пошел на возобновление объема желчи. Бонус вроде как есть. Но его можно получить и на правильном питании. Без такого экстремального к себе отношения. Потому как второй бонус вы уже получаете негативный. Часть желчи вырабатывается из эритроцитов. Если количество желчи начинает снижаться. Усиливается разрушение эритроцитов в селезенке. И ваша печень вырабатывает новые порции желчи. Которые таким же образом добросовестно легко и просто по кишечнику покидают ваш организм. И вместе со снижением уровня холестерина. Вы получаете и уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина в них. А это кислородное обеспечение вашего организма. Как минимум скорость обмена веществ. Как максимум на перспективу. Еще и профилактика онкологии. Онкоклетки основное количество энергии берут без участия кислорода. Поэтому он им до лампочки по большому счету. А вот вашим клеткам кислород нужен. Для того чтобы не перейти на бескислородный путь обмена. Под действием канцерогенов и не стать злокачественными. Поэтому этот момент очень важно учитывать. И я бы в огуречной диете все-таки количество жиров добавил. А будет это ложка сметаны. Будет это йогурт не обезжиренный. Это уже ваш выбор. А вот какое очень важное. Я бы сказал жизненно важное значение имеют здесь и сейчас. Соотношение двух очень важных компонентов в огуречной диете. Вы об этом узнаете прямо сейчас. Очень важное значение для здоровья. Имеет соотношение натрия и калия в огурцах. Натрий любит воду. Обычно удерживает ее около себя. Избыток натрия в рационе дает отеки. Калий не любит воду. И при появлении в организме способствует активному удалению воды через почки. Соотношение в свежих огурцах натрия и калия. Калия примерно в 7 раз больше чем натрия. И это способствует хорошему самостоятельному мочеводному эффекту. И быстрому снижению веса. Но за счет потерь воды. Что не очень хорошо для восстановления обмена веществ в целом. Оптимальная потеря веса на огуречной диете. Если вы все правильно делаете. Примерно пол килограмма в сутки. В этом случае у вас примерно 200 грамм жира сгорело в обмене веществ. Освободившиеся примерно 200 грамм воды. Способствует удалению водорастворимых токсинов через почки. И снижение веса идет оптимально. И очищение организма идет безопасно. Если же скорость снижения веса ускорилась. И вы теряете килограмм. А может быть и более за сутки. Вот это дополнительная потеря. Это вода. Которая да уходит из вашего организма. Но. Если резервы воды. Мобильные резервы воды начнут заканчиваться. Увеличивается вязкость крови. Нагрузка на сердце, на сосуды. И вы очень серьезно рискуете. Приостановить вот такую чрезмерную потерю веса легко. Для этого используются не самые свежие огурцы. Я бы сказал соленые огурцы. В этом случае попадание дополнительных порций натрия в организм. Тормозит мочегонный эффект. И делает снижение веса более правильным. Более постепенным. А самое главное безопасным. Кстати соленые огурчики. Вы можете использовать и после интенсивного физического труда. Не важно на работе. Либо в тренажерном зале. Это способствует более активному восстановлению резерва воды в вашем организме. И создает условия для следующего трудового подвига. На работе, либо в тренажерном зале. Только за праздничным столом не следует злоупотреблять солеными огурцами. Это способствует активному набору веса. Видео как восстанавливать свою печень после праздников на канале уже есть. Вы его можете посмотреть. Кто подписчик. Вам проще будет его найти. Если не подписчик. Подпишитесь на канал. Из почти 700 видео можно найти полезные для вас. А если суммировать пользу либо вред огуречной диеты. То если у вас нет исходной дисбактериозы кишечника. Гастрита, гастрододенита, язвенной болезни в стадии обострения. То лучше использовать огурцы как разрузочный день. Один раз в неделю. Может быть два дня подряд если у вас был какой-то серьезный повод. И не более. В этом случае огуречная диета применяется для здоровья. В том числе и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и почек. А как сделать огуречную диету еще более безопасной в применении? Вы об этом узнаете прямо сейчас. Почему же огуречная диета Ксении Бородиной более безопасна и более привлекательна, чем собственно огуречная диета? Во-первых, диета Бородиной предполагает больше белка. Разрешены куриная грудка, отварные яйца, йогурт. Эти источники белка относительно легко и быстро перевариваются. И увеличивается количество белка в рационе. А это сохранение высокой активности обмена веществ и высокой работоспособности. Как во время диеты, так и по ее завершению. Кстати, это способствует и продлению диеты. Если обычная огуречная диета больше двух дней сложно ее использовать. То эту диету можно использовать и 3, и 5, и 7 дней без вреда для здоровья. Во-вторых, диета предполагает применение растительных масс. Но в небольших количествах, понятно, вам нужно снижать вес. Слабое место не в каждый прием пищи. Что не обеспечивает полноценного сброса желчи и усиления работы печени. И может аукнуться в отдаленной перспективе. Диета Ксении Бородиной также предполагает и другие сезонные овощи. Но вытеснение богатых калием и бедных калориями огурцов и иными овощами несколько снижает эффективность диеты. Однако создает условия для формирования правильного пищевого поведения. Потому как еще один несомненный плюс этой диеты, это появление режима питания. Более частое дробное питание, то есть питание как минимум 4 раза в сутки. Если данный режим будет сохраняться и после окончания диеты, вы в правильном направлении движетесь в сторону более высокого крепкого здоровья и активному долголетию. Ну а как правильно использовать собственно огуречную диету в правильном питании? В моем представлении. Вы узнаете прямо сейчас. Как же правильно подготовить и использовать огурцы для своего здоровья и активного долголетия? Ну первое что вы должны сделать после того как вы выбрали и купили огурцы, нужно их тщательно помыть. На их поверхности может быть все что угодно. И бактерии, и вирусы, и грибки, и яйца паразитов. Все это нужно удалить. Некоторые говорят, я не буду активно мыть, я шкурку уберу. Вот этого как раз делать не стоит. Потому как шкурка содержит очень важные компоненты. И самое главное это провитамины А. Да, огурцы не оранжевые как морковка. Там провитамины А другого цвета, другой химической структуры. И они очень важны. Потому как когда на огуречной диете будет снижаться вес. Жировая ткань это великолепный растворитель для жирорастворимых веществ. Это пестициды, гербициды, канцерогены. Не самые желательные для вашего здоровья вещества. Которые ваш организм временно складировал в жировой ткани. А при ее уменьшении они будут перемещаться в кровь. И нужны вам антиоксиданты, которые будут своевременно их блокировать. Я несколько книг опубликовал по профилактике рака и по ранней диагностике. И я знаю о чем я говорю. Поэтому чтобы снижение веса сделать безопасным и в отдаленной перспективе. Вместо запланированной при снижении веса встречи с онкологом. Вам лучше шкурку сохранить. Но! Нужно обязательно обрезать место где огурец рос. Кончик. Хвостик вот этот. Потому как, к сожалению, биология развития огурца приводит к тому, что со временем количество нитратов начинает увеличиваться. И появляется горчинка. Вот этой горчинки быть не должно. Все горькие части огурца, как бы вам не было жалко его, нужно убрать. Там нитратов много. А нитраты при недостатке антиоксидантов превращаются в нитриты. А это облигатный канцероген. И вновь огуречная диета может спровоцировать развитие опухолей в вашем организме. Или как минимум протестировать вашу иммунную систему на выживаемость. Поэтому огурцы должны быть обязательно сладкими. Ни в коем случае не горчинка. Как их использовать? В начале видео я это сказал. Кто пропустил, можете вернуться, просмотреть его сначала. Там информация об этом есть. Первое, что вы должны сделать вот такие подготовленные огурцы. Лучший вариант. Чтобы вам не жевать их полдня. Все-таки 3 кг, либо 5 кг огурцов еще сложнее переживать. Доверьте это дело терке. Натерли на терке. Вам уже меньше жевать. Вы больше получите полезных веществ для своего здоровья. Потому как теоретически они находятся в огурцах. А практически все зависит от того, как вы раздавите, каким образом все клеточки. Можете готовить смузи без проблем. Но! Обязательно для того, чтобы ваша печень не тормозила в этом процессе. А активно очищала кровь от вышеупомянутых канцерогенов. Вам нужно устранить застой желчи. И оптимизировать этот процесс. Это делают масла или жиры, которые попадают в ваш организм вместе с огурцами. В этом случае все прекрасно. И таких вот 1-2 огуречных дня помогут активно очистить ваш организм. Очистить кишечник. И помочь вашей печени, вашему организму на другом уровне веса. Более симпатичным вам применить режим правильного питания. О котором более подробно я рассказал. Я рассказываю часто об этом в разных своих видео. Более емкое видео. Найдите на моем канале. Видео консультация врача диетолога онлайн. Там более подробная информация. Что вам делать. Как правильно питаться для вашего здоровья и активного долголетия. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. И пока вы думаете с кем еще поделиться огуречной диетой. Чтобы не пропустить сезон. Потому как реальный сезон безопасного и активного использования огурцов для вашего здоровья. Он не такой уж продолжительный. Он относительно короток. И важно им правильно воспользоваться. Как и другими диетами. Которые прописаны на моем канале. Вы их можете найти в любое удобное для вас время. Проще сделать если вы подписчик канала. Чтобы не искать на всех просторах интернета. Проще найти на одном канале около 700 видео. На разные вопросы отвечаю. Что делать. Как правильно делать. Для того чтобы ваше здоровье было крепким. И не тратили вы его по пустякам. Используя разные сомнительные рекомендации. А пока вы будете думать поставить лайк на это видео. Или отправить ссылочку на его своим друзьям. Я его заканчивать буду. И подумаю. Какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова